Я хотел бы в этом ролике поговорить о мотивации на отъезд, о демотивации жизни, ну, например, в России. С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Мы иногда спорим, но придерживаемся, наверное, одной точки зрения. Спорим с теми людьми, которые уж сильно очерняют жизнь в России. Или сильно показывают жизнь в Австралии в розовом цвете. Я думаю, большинство из нас, подавляющее разумное большинство из нас понимает, что жизнь в Австралии по совокупности показателей все-таки будет значительно лучше, чем жизнь в России. Это объективное явление, и оно исходит исторически из-за того, что всегда так оно и было. По крайней мере, жизнь в России всегда была тяжка, всегда было не очень прибыльно, но люди как-то там жили. И как-то оттуда уезжали. В данном случае мы говорим о людях, которые хотят уехать из России. Говорить о том, что вот там есть коррупция, а в Австралии ее нет, неправда. Вот там есть преступность, а в Австралии ее нет, неправда. Говорить о том, что вот в России управляют какие-то инородцы, негодяи, коих я часто обличаю, правда. Но дело в том, что в Австралии-то, собственно говоря, то же самое и зависимость Австралии от иностранных держав, иностранных правителей и тех же самых маленьких гномов, которые управляют Россией. Такая же самая зависимость и в Австралии, а может быть даже кое-где и кое-когда поболее будет. Но мы говорим не об этом. Дорогие друзья, вы должны понимать, что люди, которые хотят уехать из России, им нужны демотиваторы. Им нужны демотиваторы на отъезд, демотиваторы жизни в России. Не надо их осуждать. Иногда мы спорим, ну просто потому, что нам хочется поспорить. Иногда люди перегибают палку, и они становятся неистовыми, такими берсерками эмиграции из России. Это тоже неправильно. Но вы должны... Я всегда вспоминаю один из боев Александра Усика. Вот Александр Усик интересный такой боксер украинский. Обычно, когда это нормальная такая дуэль, бой, он очень доброжелательный, он никогда не злится. Бывает, побеждает нокаутом. Бывает, даже просто позволяет сопернику идти не битым по очкам. А если нокаут, то это такой резкий, хороший, достаточно быстрый, чтобы человек не мучился. И всегда после этого подбодрит, поддержит человек. То есть это такой добрый человек на ринге. Оно не всегда. Бывало, что его оппонент очень сильно оскорбляли, задевали. Он не бросался на них с кулаками. Он свою ненависть превращал в такой кусочек льда. Но этот лед был как ядерный реактор. И он методично унижал и убивал своего соперника. Посмотрите, как он наказывал некоторых особенных, выдающихся в кавычках, оппонентов. Я хочу, чтобы то же самое было и у наших людей, которые уезжают. Я точно знаю, что этим людям лучше будет в Австралии. Я точно знаю, что нам всем будет лучше. Нам нужны студенты, мне как образовательному агенту, моим учебным доведением тоже. Австралии, да, и Австралии, хотя она этого не понимает, нужны новые мигранты, такие как вы, такие как мои студенты, люди, которые мигрируют, приехав сюда учиться, приехав сюда учиться с Александром Петровым, с одной Австралией. И эти люди, то есть вы, нам здесь в Австралии, как государство Австралии, вы нужны. Вы, наверное, нужны и России. Но если Россия будет вести себя с вами хорошо и правильно, то когда-нибудь вы ее простите и будете агентом ее влияния. Я не говорю шпиона, а именно агентом, лоббирующим интересы русского народа или России, народов России в Австралии. Но на данный момент нам нужен демотиватор для жизни в России, мотиватор для переезда. Поэтому не стоит осуждать людей, когда они немножко перегибают палку, вы должны понять, им надо уехать. Это вам, остающимся некоторым, таких мало кто смотрит мое видео, не желает уехать. Просто я не знаю, из каких там видов любопытства, но они не желают уезжать. И у вас другой взгляд на все это. Вы можете, в общем-то, да, в действительности осуждать этих людей. Но те люди, которые прошли через процесс эмиграции, они понимают, что на данный момент этим людям нужна поддержка, на данный момент им нужен некоторый наркотик, некоторое обезболивающее, которое доставит их побороть страх перед неизведанным и податься на эмиграцию, а потом и на эмиграцию в Австралию. И потом они уже будут, наверное, даже себя осуждать за то, что рисковаты были. Но на данный момент это правильно. Поэтому давайте поддержим этих людей в их желании. И, соответственно, дай бог, чтобы однажды мы их увидели в Австралии, как мы увидели в Австралии, тысячи людей, которые приехали в рамках нашего проекта или просто людей, которые были неравнодушны ко всему тому, что мы пропагандируем, и воспользовались именно такими путями для переезда в Австралию. Они счастливо здесь живут. Порой они сами не понимают, насколько они счастливы, насколько они успешны и насколько они выиграли. Они это не понимают, но мы это понимаем. И поэтому мы благословляем людей на переезд. И давайте сделаем так, чтобы этим людям не было стыдно, а было очень приятно. И чтобы что-то их демотивировало, что-то их выталкивало из России, что-то их пусть может быть и не настолько радужное и медовое, как оно есть на самом деле, но тянуло в Австралию. Спасибо и удачи всем!